Ну что ж, здравствуйте, дорогие друзья, в эфире программа «Люди говорят» с Вячеславом Смуровым. Так вот, люди говорят, что услуги технологического присоединения являются самым мощным инструментом, как сказал, наверное, Владимир Ильич Ленин, для развития территории ведения бизнеса и повышения качества жизни людей. Сегодня об этом подробно мы поговорим с моим гостем, директором акционерного общества «ЮТЭК» региональной сети Максимом Медведевым. Максим Эдвардович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот давайте, вот это вопрос, который у меня возник буквально вот сейчас сходу. А у нас во всех населенных пунктах централизованное электричество? Нет, у нас не во всех населенных пунктах централизованное электроснабжение. В Березовском районе, в Ханты-Мансийском районе осталось еще населенные пункты, где электроснабжение обеспечивается путем выработки дизель-генераторных электроустановок. Требуется заложка. То есть это у каждого дома дизель-генератор? Нет, это одна огромная станция, где находятся несколько машин, которые вырабатывают электроэнергии. Там находится хранилище с дизельным топливом, которое по воде завозится, когда сезон наступает. Завозится прямо на год, его там охранят, охраняют. И, в соответствии, сжигая данное дизельное топливо, выделяет в атмосферу продукты горения, что тоже определенным образом влияет на качество окружающей среды, вырабатывается электроэнергия. Это получается в среднем стабильно и бесперебойно, наверное, да? Да. То есть современный уровень оборудования, резервирование, как правило, есть резервные машины в случае выхода из строя, автоматика переключает с одной машины на другую. Регламентное обслуживание позволяет делать резервирование. Поэтому граждане не чувствуют на себе каких-то проблем, отказов. Но нужно топливо завести, машину нужно обслужить, комплектующие нужно... А это все выливается в копеечки. Это затраты, да. Это дополнительные средства. Эти затраты несет предприятие Юграэнерго и возмещает бюджет окружной для того, чтобы цена для юрчан была такая же, как статализованная зона электрособжения. Вот теперь об этом мы поговорим. Что такое вообще услуга технологического присоединения? Как ее получить и как много времени это занимает для предприятия? Услуга технологического присоединения – это услуга подключения к электросети частного собственника, домовладения, предприятия. Резуется она очень простым способом. В Югре уже в течение нескольких лет была реализована программа по повышению эффективности техприсоединения. Через личный кабинет на сайте ЮТКРС подается заявка, она рассматривается. И если объект находится в 15 метрах от существующих электросетей, в течение 30 дней получает гражданин после заявки техприсоединений электроснабжения своего объекта дома, своего участка садового. Если в пределах полукилометра, мы это делаем в течение 4 месяцев. Если большее километр расстояния, неважно, это 5-10 километров, в течение года заявитель получает электроснабжение на свой объект. Это, повторюсь, это либо предприниматель, малый и средний бизнес нам обращаются. В прошлом году был достаточно большой рост заявок граждани, строящийся дом, то есть купил земельный участок гражданин. То есть можно сразу зайти на сайт ЮТКР региональной сети и обратиться? Обратиться, да. Мы принимаем также в бумажном виде, но уже 99% очень удобно людям заявились, получили обратную связь, подключили, не надо выезжать. Все это в электронном виде делается доступно. Бывают какие-то вопросы, но всегда есть горячая линия, позвонили, определились, отработали. То есть обратная связь регулярно существует? Безусловно. Обратились, ответ получили? Да, если раньше были какие-то жалобы, мы получали их, то сейчас это редкий очень случай, когда какая-то специфичная ситуация, мы ее, разумеется, разбираем и всегда идем, занимаем сторону заявителя, всегда идем на встречу. А это, ну, я скажу, наша программа называется «Люди говорят». Люди говорят, что ваша компания является лидером на этом рынке среди своих коллег по присоединению техническому. Это правда? Вот, округ ввел рейтинг. Департамент жилищно-коммунального комплекса отслеживает эффективность присоединения на основании опроса, на основании ежемесячных отчетов. Это ежегодный или ежемесячный? Ежемесячные рейтинги. По итогам года подводятся итоги. Среди компаний, которые действуют в автономном округе, электросетевых компаний, в 2020-2021 году мы заняли первое место в рейтинге доступности тех присоединений. Там два критерия. Это количество процедур, сроки, ну и обязательно удовлетворенность заявителя, оказанной услугой. Почему ЮТЭК региональные сети стала строить сети для садово-городнических товариществ? Ну, как говорят дачники, строили же раньше сами, присоединялись каким-то образом. Это вообще подпольно было или это... Насколько это вообще правильно? Ну, вообще... Безопасно. Да, то есть природообразование вообще дачных кооперативов, то есть она все время была... Шесть соток дали, все. А там сами. Да, была стихийная, потому что когда развивались югорские города, соответственно, приезжали люди на постоянное место жительства, приезжали большой земли и обзаводились подсобным хозяйством для обеспечения продуктов и питания. Вот мы в Сургуте, я в школу закончил 10 лет прожил, у нас был участок свой дачный, да, и мы всегда там выращивали картошку, овощи, зелень, вот, потом собирали, и нам всю зиму хватало. Причем этим занимались очень многие, и дачные кооперативы образовывались по... Ну, исходя из принадлежности работников. Ну, да, к какому-то предприятию там распределили. Энергетики, нефтяники, значит, учитель. И сети строились, либо предприятия помогали, да, либо люди скидывались каким-то образом, разумеется, нормы, правила, которые присущи электрособжению в городах, они не соблюдались. А сейчас все это стандартизировано как-то? Есть стандарты? Есть. И спрашиваю в том числе с компанией, которая обеспечивает доставку электричества, да? Есть требования, правила эксплуатации электроустановок, и зачастую расположение электросети вблизи домов, зачастую из-за того, что строились дачные кооперативы, как мы с вами уже обсуждали, кто во что гораст, там не было определенного генплана, физически невозможно порой соблюсти эти правила. Вот сейчас, Максим Адвардович, 21 век, сколько объектов ежегодно вы присоединяете? Мы в 2021 году присоединили более 3250 объектов, в 2020 году на 20% меньше 2700 объектов. То есть прогресс идет? Прогресс идет, идет активность. Опять же, мы начали говорить про как создавались дачные массивы, сейчас идет развитие, сейчас люди активно занимаются дачным подслабленным хозяйством. Ну, хочется ведь свой домик иметь, это даже уже не дача, а постоянное проживание. Совершенно верно, да, то есть многие проживают, многие регистрируют объекты недвижимости, граждане, соответственно, уже затрат на электроэнергию имеют уже не сезонный, потребление электроэнергии не сезонный, а постоянный характер. И вот, исходя из этого, в 2012 году мы начали реализовывать проект по реконструкции сетевых комплексов, приемки их на баланс. Начинали с Урая, с Нягани. И вот сейчас практически по всем территориям округа мы работаем. Талия Владимировна поставила четкую задачу к 2025 году решить вопрос по всем садово-огоночным товарищам, которых в округе более 900 насчитывается. А вы сколько из них обслуживаете? Мы обслуживаем сейчас порядка 160. Садово-огороднических товарищей получается? Да, в каждом комплективе бывает до тысячи участков. То есть 33 тысячи участков это та зона деятельности, где работают специалисты, сотрудники УТ-криминальной сети, для того, чтобы у каждого дачника, каждого садовода электроэнергия постоянно была. А в каком состоянии переходят сети в руки вашей компании? Ну и там, разумеется, руки ваших специалистов. Наши специалисты, то есть они приходят как есть. То есть они приходят как есть, потому что за время, когда создавались дачные массивы, оборудование изнашивалось, не было обслуживания. Просто были работа на износ. Кто как присоединился, подключился. Что-то вышло, да. И так сойдет. И учет отсутствовал. Поэтому мы первым делом взялись, во-первых, за то, чтобы, прежде чем принять решение передачи, садоводы проводят собрания, есть председатель, объясняем почему. Изначально мы вот такую работу проводили, а потом, когда уже соседи видят, что электроснабжение налажено в одном садоводушном товарищем, ну, соответственно, нам доверие компании укрепилось. И ежегодно к нам большое количество обращается. И мы, честно скажу, даже честно говорим, что вот мы приняли дачный массив, провели восстановительные работы, но реконструкцию... Но вы же и обслуживаете регулярно? Да. То есть у нас вот в этом году только порядка 60 миллионов рублей запланировано предприятие подготовки к зиме. То есть есть поручение губернатора, главы муниципальных образований, сетевым компаниям. К сентябрю паспорт готовности был отдельно по дачным массивам. У нас включаются в комиссии приемки руководители садового товарища, общественники, да, и мы эту работу вместе проводим. То есть действуете слаженно? Ну, в любом случае, конечно, мы заинтересованы, чтобы потребители получать обратную связь. Поэтому если есть замечания, вот у нас в прошлом году были замечания, да, отдельно отправили еще раз бригаду, отработали, замечания сняты, после этого нам подписали акт готовности. А какие планы у вас, как у энергетиков на это лето? Ну, этим летом мы уже распланировали объем работ. Сургут, Сургутский район, Нефтьюганский район, Нефтьюганск. Соты в Когалыми, в Нижневартовском районе, большой объем работы. Материалы приобретены, оборудование приобретено, бригады уже работают. То есть процесс уже идет? Процесс идет, и вот я хотел бы, пользуясь случаем, что сегодня мы обсуждаем, люди говорят, и говорим о вопросах электроснабжения дачных массивов. Скажем, что у нас на сайте появилась новая услуга. Не новая услуга, а новая кнопочка клик, что может, если человек не удовлетворен, как ему отработали по тех присоединению. То есть если какие-то жалобы есть, можно обратиться. И там достаточно один раз кликнуть. Кликнуть, оставить контакт. Были, например, обращения, что человек обратился, мы его присоединяли, подъехали люди к нему и сказали, что нужно заплатить денег. Но это мошенники? Мошенники, это мошенники. Во-вторых, многие пользуются тем, что не все знают свои права, что чтобы оказать услугу по присоединению, надо заплатить, и тогда тебе все быстрее сделают, быстрее, чем другие. Поэтому мы вот эти меры пресекаем, и обращаясь к сегодняшним нашим слушателям, что в случае есть такие варианты, не дай бог возникают. Но если возник какой-то спорный вопрос, момент, вы не уверены, обратитесь на прямую компанию. Конечно, можно обратиться, да, можно пожаловаться. Мы оперативно рассмотрим, отреагируем, примем меры. Максим Эдуардович, большое спасибо, что пришли в программу. Я надеюсь, что в каждом садово-огородническом товариществе, на каждом дачном участке будет светить свое собственное электрическое солнце. Благодаря вам. 25-му году 100%. Договорились, значит, в следующий раз мы об этом и расскажем. Ну что ж, люди говорят, дорогие друзья, а мы рассказываем и показываем. Увидимся с вами совсем скоро. Меня зовут Вячеслав Смуров. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова